Приветствую вас, меня зовут Елена Клинова и в этом видео я расскажу вам о том, как вы можете расширить свой словарный запас на английском языке. Это видео для тех из вас, для кого изучение слов стало камнем преткновения к дальнейшему расширению вашего словарного запаса и улучшению вашего английского языка. Если вам нужно пройти интервью, сдать экзамены, TOEFL, IELTS и прочее, вам обязательно нужно научиться изучать новые слова. Ну и естественно, если вы будете применять английский в жизни, вы будете постоянно натыкаться на какие-то новые слова. Ничего в этом страшного нет, не бросаем эту область, просто применяем правильную технологию. В этом видео я расскажу вам самый простой метод изучения новых слов, а именно прояснение смысла синонимов тех слов, которые вы уже знаете. Ведь что-то вы уже знаете, вы знаете такие слова как good, bad, interesting, important, но в вашей речи они становятся как бы паразитами. То есть вы не знаете других слов, не знаете синонимов, более интересных слов, которые могут описывать тот же самый смысл. Вы все время говорите good, bad, и эта речь довольно-таки скучно слушать. Правильно, что вы хотите изучать слова, потому что по вашему лексическому запасу, по вашим грамматическим инструкциям о вас судят, о вашем образовании и опыте. Чем более опытный и образованный человек, тем он будет использовать более сложные и интересные слова. Вместо того, чтобы целым параграфом описывать то, что сейчас происходит на рынке, можно просто использовать одно слово – девальвация рубля. И образованный человек вас поймет. Поэтому обязательно нужно инвестировать время в то, чтобы расширять свой словарный запас на английском и открывать себе двери в общении с более образованными, властными, успешными людьми. Итак, я сегодня вам не только расскажу, но и покажу, как это нужно делать. На примере слова imported мы сейчас поиграемся. Смотрите, это очень классный словарь, Miriam Webster. Я оставлю ссылку вам в описании видео. Здесь есть классные функции, как сохранить слово. Также вы можете послушать слово для того, чтобы у вас было правильное произношение. Дальше у вас есть определение этого слова. Уже из определения этого слова вы можете понять, какие слова могут быть синонимы. Например, marked by or indicative of significant worth or consequence. То есть, что-то важное, significant. То есть, вы уже думаете, ага, significant и important – значит, близкие слова. Значит, есть какой-то consequence. У этого действия есть какое-то последствие, если оно важное. То есть, может быть, уже слово consequential подходить. Valuable, да, in content or relationship. То есть, valuable тоже уже является синонимом important. Но также здесь есть вкладка отдельная для синонимов. Вы можете там посмотреть целый список. Ну, big – понятно. Дальше вот у нас consequential, earth-shaking, то есть трясет землю под вашими ногами. Earth-shattering, eventful, то есть много событий. Historic, то есть имеющего историческую важность. Major – то же самое, что big – важный, большой. Material – материальный, имеется в виду весомый. Meaningful – наполненный смыслом. Momentous – monumental. Significant – substantial. Tectonic даже и weighty. Вместо того, чтобы просто запоминать все эти слова подряд, я рекомендую прояснять каждое слово. То есть, какие-то из них вы уже знаете, просто забыли, что это синонимы слова important. Те, которые не знаете, проясняйте. На каждое слово вы можете ткнуть, открыть его в такой же вкладке и прояснить его. Для каждого слова внизу еще есть определения более простые. Например, у слова important есть такие определения. Видите? English language learner's definition. Это для тех, кто учит язык английский, как второй язык, то есть не носитель языка, а то бишь вы. Having serious, meaning or worth. То есть, имеющие серьезное значение или ценность. Попроще, чем то, что было вначале. Deserving or requesting serious attention. То есть, требующий серьезного внимания. Having power, authority or influence. Это уже больше про человека или какое-то событие, то есть имеющий власть, авторитет или влияние. Классно, да? То есть, изучайте слова, обязательно каждый из них проясняйте, потому что не каждый синоним имеет стопроцентное такое же значение. Я бы сказала, что каждый синоним имеет какой-то дополнительный смысл и важно его прояснить, потому что использовать его можно будет в конкретном контексте. Например, какое-нибудь событие в жизни может быть earth shattering или earth shaking. А человек вряд ли будет такими обладать свойствами. Человек скорее будет meaningful или significant и так далее. То есть, помощь, которую вам кто-то может оказать, она может быть substantial, consequential, meaningful, но вряд ли она будет eventful. То есть, у меня не будет много событий. Поэтому далее вы слово important уже начинаете, исходя из контекста, заменять на разные вот эти слова. Чтобы прояснять слова, посмотрите отдельное моё видео. Тоже ссылку на него поставлю в описании к этому видео. Слово обязательно прояснять, а не зубрить. Об этом у меня есть целый маленький курс. Расскажу в двух словах. Вы увидели на примере слова important, как просто и быстро можно расширить свой словарный запас. В следующих видео я расскажу вам, как заменить в своём лексическом запасе слова good, bad, interesting и многие другие. Таким образом, выучив всего лишь 50-100 новых слов, вы сможете серьёзно разнообразить свою речь. У меня ещё есть отдельный курс по прояснению слов. Там я показываю вам как раз технологию, которая работает для того, чтобы прояснять сложные, нагруженные смыслом слова. Это особенно подходит для тех, кто хочет сдать экзамен TOEFL, IELTS, ЕГЭ, GMAT, GRE, SAT и другие. Потому что в любом случае нужно будет прояснять новые слова академического уровня. Это не слова, которые можно легко перевести на русский и понять их смысл. Итак, смотрите ссылку в описании к этому видео, где будет ссылка на курс, в котором я рассказываю, как выучить 100 слов за неделю, войти в этот ритм и продолжить для того, чтобы за 3 месяца выучить 1000 новых слов. Это делают, кстати, мои студенты, которые учатся по курсам TOEFL, IELTS и ЕГЭ и успешно сдают этот экзамен за 3-4 месяца в сравнении с другими школами, где им обещают несколько лет готовить их к этому экзамену. Всё на самом деле проще. Кликайте по ссылке, переходите и учитесь. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайк, если это видео было полезно и вы хотите ещё расширять свой словарный запас. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok